Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, есть ли связь аутизма и состояние желудочно-кишечного тракта. Многие родители детей с аутизмом, рас и прочими подобными диагнозами часто замечают, что поведение ребенка связано с той едой, которую ребенок употребляет. Некоторые из этого делают вывод, что если вылечить кишечник, то и аутизм, или рас, или еще что-то пройдет сам собой. Давайте поговорим на тему, действительно ли это прям так однозначно. В одной из предыдущих лекций мы уже упоминали, что те же факторы, которые повреждают нервную систему ребенка, могут повреждать и его желудочно-кишечный тракт. Тем не менее, такая связь существует не всегда. Нам регулярно встречаются дети, у которых есть поражение центральной нервной системы, но при этом желудочно-кишечный тракт функционирует абсолютно нормально. Бывает и обратное. Желудочно-кишечный тракт ребенка может быть сильно поврежден, а при этом его центральная нервная система вполне нормально развивается. И вот эта вторая ситуация сегодня в нашем цивилизованном мире распространена гораздо шире, гораздо больше, чем та ситуация, когда повреждены и ЦНС, и ЖКТ. Я думаю, что многие из вас знают нормотипичных детей с непереносимостью глютена, с непереносимостью лактозы, с аллергиями на разные пищевые продукты. Этих детей сегодня очень и очень много, и, собственно, их тоже становится все больше и больше. Если говорить об Израиле, то практически в каждом садике, в каждом классе общеобразовательных школ есть по нескольку детей с аллергиями. Это то, что видно, так сказать. То есть есть много детей, у которых менее выраженные проблемы, но аллергии, особенно острые, про них как бы все знают. И эти дети в плане развития могут быть совершенно нормотипичными, а некоторые даже и очень талантливыми. Вот, например, у моих детей есть друзья. Они близнецы. То есть вот близнецы, вот два одинаковых ребенка одного возраста. При этом у одного аллергия на молочные продукты, а у второго на мясные. У того, у которого аллергия на молочные, есть еще много всяких аллергий и непереносимостей. Просто аллергия на молочные у него настолько сильная, что это видно. И, так сказать, про это знают все, просто чтобы ребенок этот мог выжить. При этом их ментальное развитие соответствует норме. С моим сыном учится мальчик, который с ним был, начиная вместе с детского садика. То есть они вместе, так сказать, переходят из группы в группу, из года в год уже много лет. У этого мальчика сильнейшая аллергия на молочные. Он не может даже нюхать молочные продукты, потому что немедленно отекает. А уж пропробовать их случайно даже, это даже, честно говоря, и подумать страшно. На тему всего вот этого есть очень интересная книга, которую написала женщина по имени Джулия Эндерс. И называется книга «Очаровательный кишечник». Она там описывает свою историю, свои проблемы с желудочно-кишечным трактом. И многие родители детей с аутизмом, рас и прочими подобными диагнозами найдут эти симптомы очень-очень знакомыми. А также свои исследования этих проблем. Также она пишет там, как она решила свои проблемы. Естественно, все индивидуально. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что, в общем-то, нет однозначной связи между аутизмом и заболеваниями кишечника. Да, они часто идут вместе. Да, если у ребенка проблемы с желудочно-кишечным трактом, его поведенческие проблемы и проблемы развития могут усугубляться. Да, улучшение состояния ЖКТ улучшает общее состояние детей с аутизмом, вообще любых детей. И может улучшать и скорость их развития, и, наверное, должно улучшать. То есть это совершенно логично. Но в общем случае аутизм и РАС – это заболевания совершенно самостоятельные. То есть они не посредованы наличием заболевания желудочно-кишечного тракта. Если у ребенка плохое состояние ЖКТ, то это ЖКТ необходимо приводить в норму. Это обязательно, потому что здоровый желудочно-кишечный тракт у ребенка – это необходимое общее условие для вообще общего здоровья и общего состояния ребенка. Но не надо думать, что с выздоровлением ЖКТ ребенок непременно избавится от аутизма. Сегодня есть всякие разные схемы лечения ЖКТ, более или менее безвредные. А иногда даже есть те, которые помогают. Если ребенок получает именно адекватное лечение, которое соответствует его конкретным проблемам с ЖКТ, и состояние его ЖКТ улучшается, в большинстве случаев также улучшается его состояние, его развитие. И тем не менее мы регулярно встречаем детей, чьи родители уже перепробовали все диеты, все схемы типа биомед, тенториум, всякие другие. А их состояние, каким было, таким и осталось. А иногда даже стало хуже. Честно говоря, иногда сильно хуже. Но тем не менее, и одна мамочка, например, рассказывала мне с обидой, что доктор, есть один доктор, не буду делать ему рекламу, который лечит аутизм с помощью улучшения работы желудочно-кишечного тракта. И по слухам он достигает там очень хороших результатов. Не знаю, не видела, но это то, что говорят. Так вот, они были у этого доктора, доктор прописывал им соответствующие лечения, соответствующие препараты, диету, и напрочь отказывался верить, когда мать говорила, что нет изменений. А изменений не было потому, что у этой конкретной девочки желудочно-кишечный тракт не пострадал. То есть он совершенно нормально работал. И никакого лечения ему не требовалось. Причина аутизма была совсем в другом. К счастью, конкретно в этом случае, то лечение, которое было прописано для желудочно-кишечного тракта, не нанесло девочке вреда. То есть она, в общем, вышла из этого без ущерба. Потому что мы видим, то есть по нашей личной статистике, только около 70% детей с аутизмом, рас и подобными диагнозами имеют также сопутствующие повреждения желудочно-кишечного тракта. Остальные имеют вполне здоровый ЖКТ, что, собственно, не мешает им иметь их неврологический диагноз. Поэтому каждый родитель такого ребенка должен за ним внимательно наблюдать. Если у ребенка желудочно-кишечный тракт работает нормально, то этот ребенок не нуждается в диетах или в схемах лечения ЖКТ. Он нуждается в чем-то другом. Если же у ребенка есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то диета может быть необходимой и может повлиять на общее состояние. А также может быть необходимо лечение желудочно-кишечного тракта. И вот здесь мы вступаем на очень скользкую почву, потому что нет двух одинаковых детей и нет единой схемы лечения, подходящей всем. К сожалению, мы встречали детей, чьи родители хотели сделать как лучше. Но состояние ЖКТ ребенка, а часто и ребенка в целом, от этого только ухудшилось. Поэтому мы призываем родителей, во-первых, будьте осторожны со всякими диетами. И наблюдайте за своим ребенком, наблюдайте. Наблюдайте за его реакциями. Главное – это не навредить. Потому что исправлять нанесенный вред может оказаться гораздо сложнее, а иногда может оказаться просто уже невозможно. То есть изменения, повреждения могут оказаться необратимыми. Какие органы желудочно-кишечного тракта часто подвергаются повреждениям у детей с диагнозами аутизм и рас? По нашему опыту. Это в первую очередь поджелудочная железа. Ее повреждения приводят к различным непереносимостям. Чаще всего к чувствительности к лактозе. Иногда к ее частичной и полной непереносимости. И если вашему ребенку по какой-то причине поставили даже частичную непереносимость лактозы, то молочные продукты из рациона ребенка нужно убирать надолго, если не насовсем. По нашему опыту добавка энзимов не помогает. То есть она снимает видимые симптомы, но тем не менее организм все равно продолжает страдать. Помогает только действительно полное исключение молочных продуктов. Следующий страдающий орган – это печень. Печень – более прочный орган, чем поджелудочная железа, поэтому она страдает в следующую очередь реже, чем поджелудочная. И поражения печени тоже могут быть разными. От довольно легких до весьма тяжелых и неприятных. Один из самых неприятных – это ферментная недостаточность. При наличии такого повреждения может быть необходима диета. Диета и, возможно, какие-то добавки. Но подбирать все это необходимо, ориентируясь на конкретного ребенка. И это может оказаться весьма непростой задачей. У таких детей, у которых повреждены печень и поджелудочная железа, как правило, повреждается и тонкий кишечник, а иногда еще и толстый. Отсюда мы получаем плохую усваиваемость пищи, мы получаем запоры, мы получаем различные другие всякие неприятности. И, соответственно, происходит отравление организма, как при любых других патологических состояниях желудочно-кишечного тракта. И это все, соответственно, влияет на почки. То есть почки могут тоже повреждаться как результат всего этого. И иногда это повреждение тоже весьма серьезное. Почки у таких детей все-таки повреждаются реже, чем остальные органы. Потому что почки просто по своей природе, они, видимо, более прочные, легче восстанавливаются. Но иногда состояние таково, что на них это тоже сказывается. Повреждения в ЖКТ могут быть небольшими, малозаметными. В этих случаях родители могут вообще ничего не знать. И они могут быть уверены, что все хорошо. И действительно, в таких случаях влияние на состояние ребенка может быть даже и небольшим. Такие дети очень часто просто инстинктивно не едят те продукты, которые им не полезны. Но иногда повреждения в ЖКТ могут быть очень серьезными. И вот тогда поддержание здоровья ребенка может оказаться весьма сложной задачей для его родителей. И когда есть достаточно серьезные повреждения в ЖКТ, то прием неподходящих БАДов или каких-то лекарств, иногда даже некоторых витаминов, может наносить дополнительный вред ребенку. Причем иногда даже очень сильный. Прием антибиотиков, особенно частый, всегда наносит дополнительный вред ЖКТ ребенка. Иногда, конечно, от них никуда не деться в некоторых ситуациях. Например, если есть воспаление легких или еще там некоторые состояния. Но если, например, ребенок должен принимать антибиотик два раза в месяц или хотя бы даже раз в месяц, то это означает, что что-то делается неправильно и такого быть не должно. Поэтому родителям следует самим изучать то, что предлагается на рынке. Самим вникать в принципе работы лечебных схем. И самое главное, очень внимательно наблюдать за своим ребенком, чтобы не нанести ему дополнительного вреда. Всем хорошего дня. Спасибо за внимание. До свидания.